Ну что, подходит к завершению моя поездка, что я буду делать, все то же самое, включу секретные материалы, положу рядом свои любимые книги, и все то же самое, я вот так живу, я живу абсолютно, укрывшись за всеми своими идеалами, ценностями, обложившись ими, и, как говорится, и нос несую. Снаружи, вот так, поиграю в Half-Life, он у меня все еще проходится, но там я, по-моему, еще много, сейчас знаете, где вот в данный момент, я сейчас там, где телепорты, вот такой столбик с телепортами, в общем, там по номерам все, и нужно в нужный номер, в общем, и он тебя телепортирует, так я понимаю, все выше и выше, а там уже дальше, наверное, будет какое-то решение проблемы. Ну, все-таки касательно подробнее, касательно подробнее того, как выжить, ребят, тут, конечно, ничего утешительного, то есть обложиться ценностями, это мало, это мало. Тут нужно комплекс всего, много от чего мы все зависим, каждый из нас. И тут, знаете, могу вас утешить еще раз в который раз тем, что вполне может повернуться так, что спасения никакого не будет. Вот. И у меня в том числе, и даже, я бы сказал, у меня в первую очередь, потому что я являюсь самой уязвимой категорией, потому что в этой категории я один. И, в общем, поэтому вот так. Поэтому, насколько я наблюдаю, у всех все в порядке этого. Вот у меня в реальности как раз, который все время начинает думать, а как там, как там бедные люди выживают, да прекрасно они выживают, блин. Они еще друг друга в капусту покрошат, и еще после этого будут прекрасно, так сказать, новогодние тосты свои поднимать. Да не, не, тут волноваться не о чем. Как раз такие главные волнения происходят о таких людях, которые индивидуальности, которые чувствительные, которые, ну, вот такие люди, понимаете, которые... Ну, там, ну, поняли меня. Ну, это вот тут у нас, тут уже, как говорится, место моего обитания, но я не любил это высказывать. У меня так и подруга в студенческие годы любила говорить, этот человечек обитает там-то. Мне тогда это не нравилось, какой-то, как-то от этого хопичательный какой-то несло. Но, с другой стороны, я потом все это разделил, что, в принципе, вот этот талкинизм, это совсем неплохо, даже очень. Но сам я, кстати говоря, в свое время не подался в талкинисты. Именно у меня был соблазн после прочтения этой книги, потому что, как бы, ты не хозяин саму себе, и ты разделяешь вот, разделяешь чью-то легенду. А я, знаете ли, тварь такая очень самонадеянная, я разделяю только свою легенду. Я, как и сам себе, сам. При том, что, понимаете, при том, что ты сам себе сам. И вот я вам и даю ответ на вопрос, почему я в итоге есть сам уязвимый. Потому что сам себе сам, он и есть самый уязвимый. Потому что, еще раз говорю, нечего беспокоиться. У всех все хорошо. А вот хорошо ли у меня, вот это уже большой вопрос.